В эфире программа Акцент в студии Наталья Брайко. Здравствуйте! Сегодня день рождения народного артиста СССР, героя социалистического труда Игоря Моисеева. Вот как великий артист и педагог говорил о танце. Цитата. «Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру и темперамент народа». О творчестве мастера в сюжете Анастасии Синицы. Игоря Моисеева называют одним из отцов русской культуры, великим хореографом и просто мастером своего дела. Он прожил долгую и насыщенную жизнь, создал и 70 лет руководил первым в мире профессиональным ансамблем народного танца. Из фольклора творил настоящую балетную классику. Игорь Александрович воплотил не просто народный танец, а народно-сценический танец. Он его как алмаз, как изумруд огранил, показал, какой он может быть правильный, красивый, академичный. 10 февраля 1937 года Игорь Моисеев провел первую репетицию в только что созданном им ансамбле народного танца. Далее 70 лет мировых аншлагов и ни одного провала. Его коллектив исполнил танцы трех сотен народов мира. Он вырастил пять поколений артистов и побывал во всех уголках земного шара. Игорь Александрович говорил, настоящему виртуозу одними растяжками не обойтись. Танцевать должна душа. С этим согласны и современные хореографы. Поэтому всегда следуют традициям балетной школы Моисеева. Я вот работая с детками в этом коллективе, прилагаю все усилия, чтобы дети воспитывались на том академизме и на той культуре, поведении, на сцене, в жизни, которую прививал в свое время Игорь Александрович своим танцорам. Хореограф прожил 101 год, но никогда не ощущал себя пожилым человеком, говорят его поклонники. Он не пропускал ни одного концерта своего ансамбля, старательно продумывал номера, переживал за каждого артиста. Танцоры называли его папой. Миллионам зрителей Игорь Моисеев не уставал дарить самое сокровенное – танец, навеянный народной культурой и доведенный до совершенства техникой профессионалов. Нелегкий труд Игоря Моисеева подарил народному танцу жизнь на сцене, говорит Ольга Бухтиярова. Великие традиции его балетной школы уже нашли своих преемников. Анастасия Синица, Алексей Шевцов, информационный канал Севастополя. Как продолжают традиции народного танца в Севастопольском народном хореографическом ансамбле «Калейдоскоп» нам расскажет художественный руководитель народного хореографического ансамбля «Калейдоскоп» Валерий Жигулин и хореограф этого коллектива Ольга Бухтиярова. Здравствуйте. Сейчас мы посмотрели сюжет, уже познакомились с вами заочно, а теперь вы у нас в студии. Вот расскажите, Валерий Трофимович, как вы занимаетесь с детьми? Что самое важное воспитать в юном танцоре? Ну самое важное, конечно, вот это в детях, это воспитательный процесс, внимание у детей, дисциплины. Мы приглашаем детей, значит, на подготовительную группу, это девочек 5 лет и мальчиков 6, и они у нас занимаются 2 года. Два года подготовительная группа, после мы устраиваем экзамены, переводим младшую группу ансамбля. Мы их сразу приучаем к народному танцу, классическому, классический танец – это основа танца. Поэтому, конечно, идет эта основа, и уже дальше мы развиваем народный танец. Они у нас уже танцуют по второму году, не все, конечно, а те, которые… Третий год, третий уже у нас обязаны все танцевать, младшая группа ансамбля. Ольга Сергеевна, какие танцы вы изучаете? Мы изучаем классический танец, в нашем репертуаре есть классические постановки. У нас народно-сценический танец. Мы берем народности, наверное, у нас уже в нашем репертуаре народов всего мира собраны номера. Также в нашем репертуаре, нашего коллектива, есть мексиканский танец «Эвалюлька», взятый за основу из государственного академического ансамбля танца имени Игоря Моисеева. Наш репертуар очень разнообразен. У нас также есть и современные номера. Потому что в нашем, вот как созданная школа при коллективе Игоря Моисеева, точно так же в нашем коллективе мы берем и классический танец, и народный танец, и эстрадный танец. У нас также есть техника танца. Группы разделены на женские, мужские. Происходят сводные репетиции коллектива. То есть наша жизнь очень разнообразна и многофункциональна. Валерий Жофимович, вот многие дети не хотят трудиться, но бывает, что у них и слезы, потому что это нужно стоять у станка, держать спинку, определенные ноги. То есть очень сложные какие-то упражнения. Вот как вы заставляете детей, чтобы это им нравилось? Я с вами полностью согласен. Конечно, это самое сложное, вот это первые два года. Потому что дети, это очень сложно, однобразие вот это вот. И мы, конечно, стараемся как-то разнообразить, не только у станка стоять, но и какие-то придумывать игры детские, чтобы их как-то отвлечь от этого станка. А, конечно, первая задача у нас научить их, руки им поставить, ноги и голову, шейку вытянуть. А когда они уже втягиваются, они уже не хотят их бросать сами. Вот, кстати, я хотела бы нашим телезрителям показать, как дети говорят о своих занятиях в ансамбле. Давайте их послушаем. Очень весело, особенно танцы иногда бывают очень сильно интересные. Ну, здесь можно учиться много чего, поступить потом можно куда-нибудь. Ну, коллектив очень мне нравится, потому что вот я щелкунчик когда посмотрела, мне сразу захотелось прям танцевать. У меня танец как воздух для меня. Мои любимые танцы – это морячка и русская. Почему? Ну, потому что мы сейчас в России, русскую я и так давно любил, а морячку, потому что там такой красивый костюм. Вот, детям тоже нравятся особенно костюмы, да? Кстати, дети сказали о том, что можно куда-то поступить. Куда можно поступить после занятия? Ну, у нас вот заканчивают дети 11 классов, у нас они занимаются по 19-13 лет. С 5 лет, вот столько получается. Вот в этом году у нас поступили, значит, так как уже мы в составе России, и у нас трое детей поступили в университет культуры Москвы. Один мальчик поступил уже в Краснодар, пятый мальчик у нас поступил в хореографическое училище в Ставрополь. То есть каждый год у нас дети поступают обязательно, продолжают традиции, им это нравится, и они связывают свою судьбу уже с танцем. Ольга Сергеевна, возвращаются выпускники опять в Севастополь? Возвращаются. Я сама являюсь выпускницей этого коллектива, я с 5 лет начинала здесь свое обучение. Благодаря Валерию Трофимовичу и его поддержке продолжила обучение в Харьковской государственной академии культуры и искусств. Работала профессионально в профессиональных коллективах, и так получилось, что вернулась в свой родной дом. Откуда начала? В качестве, да, откуда начала? Вот это как раз продолжение традиций. Да, то есть то, что было заложено нам, нашими педагогами, мы, конечно, теперь вкладываем в новые детей, которые приходят к нам. Валерий Трофимович, ну кроме тех концертов, выступлений, которые есть в Севастополе, куда выезжает коллектив? Мы ездим на конкурсы, каждый год мы ездим куда-то, один-два, в двух конкурсах мы обязательно участвуем. В прошлом году мы участвовали впервые в составе России опять во Волоковказе. Это конкурс, фестиваль был «Танец дружбы». Там вначале он был задуман как только за Кавказский фестиваль, но сейчас это уже международный. И там, значит, в жюри был председатель жюри, это вот внук Игоря Александровича Владимир Борисович Моисеев. Он сейчас является художественным руководителем ансамбля «Танцы Сибири» имени Годенко. То есть тоже там, где Настя пошла, у Игоря Александровича внук, был солистом Большого театра, и сейчас вот он является художественным руководителем. Вы когда собираете выпускников у себя в коллективе? Да, вот как раз вы вовремя задали вопрос. Значит, у нас 31 числа, мы каждый год собираем, это традиция, да, традиция у нас вечер выпускников. И я пользуюсь случаем, хочу всех пригласить, 31 числа на вечер выпускников, всех наших выпускников, выпускниц на 17 часов 31 января. Так что я прошу приходить, пообщаемся. Вот у вас выпускники разбросаны, наверное, по всем городам и весям, да? И не только. И не только городам, и по миру даже. Многие у нас сейчас, у меня сам сын у меня тоже здесь и работал, сейчас он в Макао работает, в казино. Многие у нас дети сейчас, наши выпускники работают в Китае, Ефимовы, там два брата, работают. В ансамбле песни-пляски, Черноморского флота работают. То есть во многих коллективах России, необъятные наши страны. Ольга Сергеевна, вот когда родители приводят маленького, пятилетнего, там, девочку, мальчика к вам в коллектив, они хотят что от вашего коллектива, чтобы вы сформировали в ребенке? Что важно? Ну, наверное, если честно ответить на этот вопрос, родители хотят видеть своих детей на сцене. В красивых костюмах. С великими артистами, да? Великими балеринами, великими танцорами. Но, конечно, каждая мама и каждый папа, наверное, где-то глубоко в душе благодарен нам за то, что мы прививаем детям все-таки дисциплину, культуру поведения, культуру общения. Наши дети все-таки, наверное, немножко отличаются от других детей. Наш ребенок, наверное, никогда особо сильно не скажет какого-то грубого слова. Ну, постарается, по крайней мере. Наши дети умеют себя вести на мероприятиях, в театрах. Ну, вот как-то все-таки нас немножко, вот наш станок, у которого мы начинаем свои движения, он нас как-то заставляет быть немножко более правильными, более аккуратными, более порядочными. Вот опять-таки вернемся к тому слову академизм, который вкладывал Игорь Александрович в свою работу. Валерий Трофимович, сколько раз в неделю дети занимаются в ансамбле? Мы занимаемся три раза в неделю, но кроме этого мы делаем дополнительные занятия для тех мальчиков, которые именно еще отстают где-то по программе, и мы с ними отдельно вызываем. И в воскресенье у нас сводны репетиции именно по отработке уже общей программы. И по сколько времени каждое занятие? Ну, вот репетиция у нас, учебный процесс, проходит по два часа, а сводна репетиция до четырех часов. Вот как влияет занятие в хореографическом ансамбле на успеваемость в общеобразовательной школе? Вот есть какая-то связь? Потому что говорят, двоечник, не приходи к нам. Только у нас самый лучший. Вот как у вас это вопрос? Мы стараемся, конечно, отчислять даже. Даже у нас такое есть. Это трагедия, когда мы отчисляем. Вот у нас много, вы говорите, вот это не помеха. То, что участвует, занимается, много раз мы вызываем. Мы даже иногда вызываем до пяти раз в неделю. У нас многие дети заканчивают золотой медалью. Золотой медалью. То есть вот их занятие, как вы сказали, Ольга Сергеевна, дисциплинировать, да? Да, абсолютно, вы правы, да. Поэтому, конечно, не надо ссылаться, что дети там не успевают. Конечно, это все зависит от ребенка. И все равно эта хореография, она как-то собирает их, чтобы успеть вовремя руки сделать. Приходят они, родители говорят, до 19 часов сидим, утром вставать, особенно вот это в воскресенье. У нас занятие начинает в 9 часов. И, конечно, деткам поспать хочется. Они встают, темно. Ну, приходят и начинают заниматься вместо зарядки. Это зарядка, та же зарядка. И физически они как-то крепнут. Вот, и девочки, и мальчики. Ольга Сергеевна, у вас больше девочек или мальчиков, или пополам? Вот как с этим вопросом? В нашем коллективе, конечно, девочек больше. У нас же парные танцы обязательно, вот говорят, нужно пригласить, если девочка идет по мальчику. Те, кто немножко не успевают, есть за кем тянуться. Но вообще у нас вот в конце апреля у нас состоится наш итоговый отчетный концерт. И в количестве 300 человек детей в нашем коллективе занимаются. И каждый ребенок хотя бы по одному, по два номера обязательно танцует. Поэтому и в парных номерах, и в сольных номерах, мужских и женских, все равно дети участвуют. Валерий Трофимович, что для вас танец? Вот я начала передачу о том, как говорил о танце Игорь Александрович Моисеев. А вот что лично для вас танец? Ну, танец для меня лично, это жизнь. Потому что я всю жизнь свою посвятил танцу. Я начал заниматься так же, как и во дворце, здесь наши дети занимаются с пяти лет. После я поступил, именно позанимался в художественном деятельности. И я сразу поступил в ансамбль танца в Беларуси, в Минске. Это я самый молодой был, мне 16 лет. Все, несмотря на то, что там уже были с специальным образованием хореографическим, я вот там нахватался так, что, по правде говоря, два года мне эти дали. И после я сюда пришел на службу в ансамбль песни «Пляска» и «Чаролоса». То есть танец для вас – это судьба, сама жизнь, все. И все остальное. Можно сказать, что все. Большое вам спасибо. Творческих успехов, талантливых детей и прекрасных выступлений. Спасибо большое. А нашим телезрителям напоминаю, что у нас в гостях были художественный руководитель Народного хореографического танца «Калейдоскоп» ансамбля «Калейдоскоп» Валерий Трофимович Жигулин и хореограф этого коллектива Ольга Бухтиярова. А наша передача «Акцент» подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok